Здравствуйте! С вами снова Сат Вероника. Но кто же не знает растение под названием валерьяна? Только знаем мы его по капелькам да таблеткам, которые применяем, когда нервничаем. Кстати, неправильно применяем. Валерьяна обладает накопительным свойством, и от применения одной-двух таблеток успокоиться невозможно. Это скорее самовнушение. Не вся валерьяна является лекарственной. Только у нас в стране известно около 30 ее видов. Думаю, о таком интересном и важном растении поговорить будет не лишним. Тем более, что полезна она не только для наших нервов. Название происходит от латинского слова валерь – быть здоровым. Сначала давайте научимся распознавать ту самую лекарственную форму. Найти ее можно во влажных местах, у пойм рек и озер, на сырых лугах, у болота, стебель у валерьяна прямой, поросчатые, полые, листья супротивные. Цветы белорозовые. Цветет долго с июня по сентябрь. Корневище короткое, вертикальное, с многочисленными корнями бурого или желтоватого цвета. Именно корневище с корнями является лекарственным сырьем. Конечно, по красоте с пионами не сравнится, но ей этого и не надо. У нее другие жизненные задачи. Еще у древних валерьяна высоко ценилось в парфюмерии, как средство, укрепляющее желудок, для усиления мочи отделения, активизации пищеварения в желудке, при некоторых заболеваниях печени, желтухи, болезнях селезенки, почек и мочевого пузыря, против укуса ядовитых животных и насекомых. Ее запах так нравился, что ее использовали даже в качестве духов, а также при мытье в бане, как ароматическое средство. Со временем вкусы поменялись, и мы сегодня вряд ли согласились бы вместо французских духов получить в подарок флакончик с валерьянкой. Но древние, зная ее неоспоримые целебные свойства, даже настаивали на ней вино. А что же современная наука? Досконально изучив это растение, она признала, что препараты из валерьяны обладают разнообразными фармакологическими свойствами. Валерьяна оказывает седативное, транквилизирующее действие на центральную нервную систему, регулирует сердечную деятельность, обладает спазмолитическими и желчегонными свойствами, усиливает секрецию железистого аппарата желудочно-кишечного тракта. Доказано, что препараты валерьяны снижают возбудимость в центральных отделах нервной системы и усиливают тормозные процессы, структуру головного мозга, улучшают сон. Согласитесь, в наше непростое время нервишки иногда пошаливают. А тут такой подарок от природы. Некоторые утверждают, что валерьянка при стрессах это что мертвому припарке. Конечно, лучше выпить скородействующую заморскую пилюлю, которая лишь замаскирует проблему, сделает вас на несколько часов овощем, а потом все вернется. И снова таблетка, а потом уже одной не хватает, нужно две, так как наступила зависимость. Кого все устраивает, может переключаться на другой канал. А кто хочет обрести спокойствие, не навредив здоровью, смотрим дальше. Итак, валерьяна успокаивает нервную систему и улучшает работу сердца. Это доказано и проверено веками. Только нужно помнить, что валерьяна оказывает лечебные действия при систематическом длительном курсовом применении, так что за один день не получится. Самым сильным эффектом обладают собранные и высушенные корни. Собирают их осенью, в сентябре-октябре, когда стебли уже засохли. В это время они содержат наибольшее количество лечебных веществ. Их нужно выкопать, промыть и подвялить под навесом 1-2 дня. И лишь потом сушить при температуре не более 35-40 градусов. Любым доступным способом. Надо заметить, что медленно высушенные корни более ароматны, чем высушенные быстро. При сушке корни темнеют. Интересно, но когда корень выкапывают из земли, он не очень сильно пахнет. А когда его высушат, он приобретает сильный запах валерьяновой кислоты. Имейте в виду, что после замораживания корни теряют качество, поэтому не оставляйте их в неотапливаемом помещении. И смотрите, чтобы ваш мурсик или барсик не добрался до нее. Я, кстати, своей кисуле даю время от времени щепотку валерьянки в качестве витаминки. Ведет она себя адекватно, просто съедает ее. А моя кошка, что попало, есть не будет. Ну, насушили мы корней. А дальше что? Правильно, нужно применять. Будет хорошо, если вы пройдете 2 курса в год. Например, весной и осенью. Самое лучшее не лениться и делать настой валерьянового корня. 2 столовые ложки сырья заливают одним стаканом горячей кипяченой воды, накрывают крышкой и нагревают на водяной бане в течение 15 минут. Охлаждают, процеживают. Принимают по 2-3 столовые ложки через 30 минут после еды. Дети старшего возраста по 1 десертной ложке, а детям раннего возраста по 1 чайной ложке 3-4 раза в день. Пить от 2 недель до месяца. Все можно упростить и заваривать ее в термосе. Я работаю в школе. Сами понимаете, работа более чем нервная. Так мои коллеги, для того, чтобы сеять разумное, доброе, вечное и оставаться в уравновешенном состоянии, годами используют такой рецепт. Заваривают 1 столовую ложку сухих корней литром воды в термосе и пьют 3 раза в день по стакану. Итак, 3 дня подряд пьем, потом 3 дня перерыв, снова 3 дня пьем, 3 дня перерыв и 3 дня пьем. Получается курс на 15 дней. Заряда спокойствия хватает на полгода. Дальше повторяем. Тому, кому лень каждый день тратить на себя столько времени, делают или покупают настойку валерьяны. Готовится она на 70% спирте. Соотношение 1 к 5. Назначают внутрь взрослому по 20-30 капель на прием 3-4 раза в день. Детям столько капель на прием, сколько ребенку лет. В аптеках можно купить и таблетки. Но, сами понимаете, таблетки – это уже длительная переработка со всеми вытекающими последствиями. И все же, если другой вариант не подходит, то нужно настроиться на 2-3 недели приема по 2 таблетки 3 раза в день. Повторяю, сразу эффекта не ждите. А знаете ли вы, что вещества, содержащиеся в валерьянке, составляют основу таких популярных препаратов, как корвалол и волокормит. Знайте, что в погоне за быстрым эффектом не следует увеличивать дозы. Ведь, как и у всех лекарств, а мы уже рассматриваем валерьянку как лекарство, возможны и побочные эффекты. В частности, чувство сонливости, подавленности и угнетения общего состояния, снижение работоспособности. Для устранения таких явлений следует или снизить дозу, или на время вообще отказаться от приема. Очень полезны ванны с отваром валерьянового корня. Они успокаивают сердце, ослабляют или снимают судороги, успокаивают нервную систему, снимают возбуждение спинного мозга и особенно рекомендуются при нервной бессоннице, судорожных сокращений сердца, гортани, желудка, кашля, истерике, туберкулезе. Многие, чтобы не бегать по полям, лесам и болотам в поисках этой травки, предпочитают выращивать ее в своих садах. Лучше сеять семена сразу в грунт. Корень возревает уже в первый год. Высевают семена ранней весной, как только растаяла земля. Расстояние между рядами должно быть не менее 50-60 см. Через 5-10 дней, когда появятся всходы, их нужно проредить. Валерьянка растения крупная, поэтому и расстояние оставляйте побольше. Первый год цветения не ждите, зацветает она на второй год, а расти может на вашем участке несколько лет. Хорошая травка, не правда ли? Но можно обойтись и без нее, ведь лучшее средство от стрессов, депрессии и расшатавшихся нервов это работа в саду, особенно с цветами. Скажу по секрету, у меня было несколько покупателей, которым занятие с цветами, особенно с пионами, назначал их, ну, как бы помягче сказать, психоаналитик. Желаю вам крепкого здоровья, душевного равновесия и легкого настроя на любые дела. С вами был канал Вероника Поливкина. Всего вам доброго. До новых встреч!